Приветствую, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами я, Супер. Сегодня мы откроем, значит, два кейса, оружейный кейс Операции Феникс, в прошлой части мы, как раз, этот кейс открывали. Хромированный кейс второго тиража и капсула с наклейкой сообщества номер один. Я её купила просто случайно, потому что мне понравились именно наклейки. Тут мне понравились наклейки Крудь, вот эта, металлическая. Ну, все наклейки просто хороши. И, наверное, они хорошо стоят, потому что сама капсула у меня обошлась где-то 70 рублей примерно. И недавно я ещё выбил ещё один кейс, вот этот, который продавался за 300 рублей, я его успел за 200 рублей продать, потому что уже что-то цена его падает. Вот, но я посмотрю, он в первые дни, оказывается, стоил вообще куча денег, 1400 рублей, сейчас посмотрю как раз. Сейчас он стоит 207 рублей, я его тогда продал за 300, по-моему. Вот, то есть мы ещё сможем кейс открыть, только от этого сейчас, подождите-ка, ключи напишу. Не бойтесь, почему я мышкой не шевелю, потому что я здесь ищу предмет, найти предмет именно... Вот-вот, ключ от сообщества с наклейкой, подождите-ка, 69 рублей здесь стоит, а здесь он 67, значит, уже здесь кейс. Ладно, давайте приступать к открыванию кейсов. Сначала давайте откроем капсулу с наклейкой, потому что она очень дешёвая, а потом сами кейсики, давайте. Ух, покупаем ключ прямо в ваших глазах, стоит 67 рублей, то есть дешевле на самом стим. Наслаждаемся! Ай, какого первого тиража, мне тут понравилось, конечно. Ух, какие тут наклейки, это наклейки от сообщества, то есть игроков, наверное, да-да-да. Такие красивенькие, вот, бэк тоже, ну, я бы не хотел такую картинку, я бы хотя бы примерно вот этого, террориста-петушочка, такого маленького. Вот, на петуха можно такую наклейку излепить. Хотел бы вот такую наклейку с вет, наклейка крут, ну, давайте чё, торопить, давайте смотрим. И нам выпадает, давай, крутая наклейку. Оу, давай-давай-давай! Да, детка, Рекст! Вот она здесь находится. Смотрите, какая она красивая, то есть она, наверное, где-то будет стоить 100-200 рублей, мне кажется. То есть, не так, я наклею просто, давайте сейчас... Смотрю, прошу её, давай, 200 рублей хотя бы минимум, блин. 200 рублей, ребят, 250, я в большом плюсе. То есть, мне наклейки понравились, то есть, покупайте наклейки, блин, ну, и какие крутые. Давайте посмотрим ещё. Рокс, Рект. Смотрите, какая она красивая. Ой, Галафор... Гала... Графическая, вот. Я её, наверное, приклею, либо продам. Наверное, продам всё же. Смотрите, она, ведь какая красивая. Дальше, чтобы открыть дальше кейсы, вот. Теперь операция Феникс и хромированный кейс. Подождите-ка, я сейчас, секунду, посмотрю, что он... Ну, не, невероятно везёт. Давайте, хромированный кейс, что-то мне никто не покупает, так что я сниму шлот. Сейчас посмотрю. Вот, вернулся мне кейс этот. То есть, всё, у меня только три кейса было. Давайте, Ланат, хромированный кейс откроем. Сейчас куплю ключ к нему. У меня сколько там останется сейчас рублей, посмотрю. Если не хватит, то ладно. Выпуск закончен. Эээ, чё там? По рублям у меня-то... Сколько там осталось? 170, это мне ещё хватит. Нет, у меня 158. Мне ещё осталось немножко. Вот. Наверное, вот этот... Хромированный кейс один и этот тоже продам. А пока давайте один хромированный кейс откроем. Давайте вот этот. Да, нравится. Блин, ну чё тут я хотел бы. Скоростный зверь, стартрек прямо из завода. Мак-неоновный гонщик. Либо особо редкий предмет. Вы думаете, что это такое? Это нож. Ой, прям... Ай, заинтерговал мне этот кейс. Ещё бог червей, но бог червей сейчас он копейки стоит. Вот, 100-200 рублей примерно. Варьируются его цены от зависимости от качества. Если поношенное, он будет 80 рублей стоить час. Цены непонятные. Вот, обезьянное дело хотя бы. 5-7. Галил Эко. Ммм, посмотрим, давайте. Открываем. Чуть-чуть торпится. Давай-давай-давай. О, поскольку... О, гу-гу-гу-гу-гу-гу. Давай-давай-давай-давай-давай. Крутое-крутое-крутое. Оттого немножечко... А-а-а... Desert Eagle. Бронзовая декорация. Всё же я в минус ушёл. Очень большой. Но, как ни странно, мне вот этот Desert Eagle понравился по красоте. Блин, он дёшево, наверное, стоит, да. После полевых испытаний мне это не понравилось, давайте заменим сразу, продать примерно, давайте посмотрим. Да, он, наверное, 10 рублей, да мало будет, стоит, у него еще такое поношенное говно. 5 рублей стоит вообще, я в минус большой ушел. Ай, зато я в плюсе именно наклейки, наклейки на 100 рублей где-то примерно. Вот, ну ладно, давайте заканчивайте выпуск, я думаю, не буду продавать, могу, в принципе, прилепить потом, куда-нибудь. Вот, мне понравилось именно наклейка, выпуск удался при помощи наклейки голографической, вот, и Desert Eagle бронзовой декорацией. Вот, давайте его еще, еще раз вам покажу. В прошлой части мне выходил в 90 треугольник, который купил в кисло, и я его продал за 180 рублей на 10 рублей. Вот, но я даже не знаю, напишите в комментариях, как, думаете, выпуск удался или нет, нужно. В принципе, приклеить, да? Наклеить, наклейку, ты у меня вот куда. Ну, например, вот Desert Eagle. Давайте следующее место. Следующее, следующее. О, вот это место подходит. Но я думаю, пока не буду наклеивать, я либо его продам. Если хотите продолжение, я могу его продать, либо отправляйте мне ссылку внизу в описании. Любую вещь, кейс, ключ, чтобы я хотя бы открыл какой-нибудь кейс, потому что мне тупо не хватает денег. Вот, в следующий раз, наверное, откроем операция Феникс как-то, да? Я тогда хотел Азимов, но не выпал вот этот треугольник. Вот. И можете еще хранируемый кейс со второго тиража кидать ключ. Вот. Ну, ладно, давайте на этом прощаться. Эм, значит, да? На зубу выпуск выпала крутая наклейка. Рецт голографическая, вот. Конечно, было бы лучше, если бы получше выпало. Я хотел просто разнообразие для канала, чтобы хоть капсулы открывать. Все, на этом с вами прощаюсь. С вам было Супер. Не забывайте подписаться на мой канал и оставлять комментарии и пожелания. И обязательно еще подписаться на Бориса. Вот. В прошлом выпуске у него там канал и его тоже с теми в комментариях можете туда кинуть на обмен. Вот. Ну, все. Всем удачи, всем пока-пока.